Слендер Мэн, это персонаж, созданный Эриком Кнутсоном в 2009 году для конкурса на форуме Самсин Коффул. Он высокий и невероятно худой с длинными руками и с белой маской вместо лица. Герой оказался так ужасно хорош, что быстро оброс историей. Он появляется в лесу и заманивает детей, оставленных без присмотра. Что именно он с ними делает, обходится умолчанием. Часто он просто преследует тебя, доводя таким образом до безумия. Дети любят страшилки. Но мало кто хочет всерьез стать их участниками. У Аниссы Вайер и Морган Гейзер из Висконсина не было проблем с дисциплиной в школе, директор учебного заведения утверждал, что девочки всегда хорошо себя вели. Они дружили и часто ночевали друг у друга. Видимо, в одну из таких ночевок, желая напугать друг друга, подруги и наткнулись на статью на сайте Крипипаста Вики о Слендермане. Непонятно, что убедило девочек в том, что его существование реально, но они не только поверили в него, но и пожелали стать его последовательницами. Для этого необходимо было совершить ритуальное убийство. Мишенью была выбрана их одноклассница Пайтон. Утром накануне девочки шептались в автобусе, используя кодовые слова «отправиться поход», подразумевая национальный лестниколет в Висконсине, куда они планировали заманить свою жертву. Это не было спонтанным решением. Девочки строили планы с февраля до конца мая. В пятницу вечером 30 мая Гейзер, Вайер и Пейтон отправились кататься на роликах, а затем вернулись в дом Гейзер на ночевку. Девочки точно знали время, когда нападут два часа утра. Они хотели заклеить девочки ротскочем, а затем воткнуть ей нож в шею. Но в ту ночь Аниса и Морган не решились на преступление, они решили дать девочке еще одну ночь. В субботу утром все трое отправились в лес играть в прятки. Вайер сбила Пейтон с ног и села на нее, удерживая. Жертва стала кричать и вырываться. Гейзер дала Вайер нож, но Вайер призналась, что не может этого сделать, ее тошнит. «Я не сделаю этого, пока ты не скажешь мне», — обратилась Гейзер к подруге. И тогда Аниса сказала знаменитую фразу, «впади в бешенство, сойди с ума». Сейчас. Девочки ударили жертву ножом 19 раз, они проткнули ее печень, поджелудочную железу и едва не задели артерию. Позже нападавшие вспоминают, как жертва кричала, «я ненавижу вас». «Я доверяла вам». Они пообещали привезти помощь и скрылись в надежде, что Пейтон умрет в лесу и привлечет внимание Слендермана. Истекая кровью, почти без сил Пейтон удалось добраться до дороги, где ее нашел велосипедист и вызвал полицию. Врачи сказали, что Пейтон была в миллиметре от смерти, но девочку удалось спасти. На допросе полиции Вайер сказала, «плохая часть меня хотела, чтобы она умерла, а хорошая, чтобы она выжила». При этом Гейзер призналась, что странно, но она не чувствует угрызения совести. Брат Вайер как-то сказал, что, хотя его сестра была очень увлечена Слендерманом, он так и не понял, когда детские фантазии перешли в реальную жизнь. В 2017 году присяжные признали Анису невиновной по причине невменяемости и рекомендовали судье приговорить девочку как минимум к трем годам заключения в клинике для душевнобольных. Судья приговорил Вайер к 25 годам, это максимально возможный срок по такому делу, через три года девушка сможет подать заявление на досрочное освобождение под надзором. Морган Гейзер тоже не попадет в тюрьму, свой срок в 40 лет она будет отбывать в клинике. Семья Пейтон считает, что девочки легко отделались. Фото Майкл Сирс, Зама, Тесс.